почему люди не хотят менять свою жизнь не всегда странно мне кажется классно же взять и сделать такую жизнь которая тебе нравится ведь люди в большинстве своем о чем говорят они жалуются на свою жизнь у меня такое не денег мало платят мой меня шеф вообще козел мой муж отвратительно ничего не покупает и мало зарабатывать а мой муж вот еще в детстве мне казалось что это разговоры взрослых это какое-то соревнование у кого хуже и у кого хуже тот побеждает потому что его жалею остальные выходят такие победители я даже помню как моя мама когда ходила в гости к своим подругам которые сделали ремонт квартире а у нас не было ремонта в квартире она говорила все время что там не так сделали чтобы она сделала по-другому и потом когда мы выросли и все-таки сделали ей ремонт я выросла и мы с ней сделали этот ремонт я помню как она сравнивала все равно боль другие ремонты какие-то классные она все равно говорила что ее лучшее и вот кажется что в жизни у нас какое-то есть соревнование лучше хуже но менять все равно никто ничего не хочет во первых все наверное боятся что тогда изменится окружение и получается что те перед кем-то уже привык как-то хвастаться и в чем-то быть лучше например то что у тебя все хуже ты там не сможешь таким быть и для людей это страшно потом вообще конечно если так подумать а человек живет у него все стабильно плохо ну или стабильно как-то и тут он думает ёпси а если я начну все менять это же сколько мне всего придется делать это же мне наверно как-то самому придется меняться это же надо будет чё там ответственность брать на себя боже какой капец ответственность на работу на этой работе мало платят ну говоришь ну естественно придется устроиться на другое меня же на другую не возьмут но тебе придется чему-то учиться мне учиться мне уже 30 я всю жизнь учусь из детей учусь я не буду учиться и вот эти сопротивления которые в человеке возникают они в нем так рождаются фонтонические наверное что потом он решает лучше пусть будет так только бы не меняться и в рерайтер люди входят по несколько раз и меня часто спрашивают почему первого раза до вас не доходит на самом деле иногда первый раз когда люди приходят в рерайтер они приходят только потому что они хотят изменений но еще очень боятся что-то для этого делать они приходят и как бы смотрят это как на тренировку по фитнесу ты приходишь ты хочешь тренироваться на это смотришь делают эти сумасшедшие женщины и думаешь боже я так не вообще я бы умерла уже себе так скакала но тем не менее если в тебе есть вот это желание ты потом приходишь второй раз и пытаешься как-то поскакать куда бедно бывает потом опять отваливаешься на полгода и каждому нужно ровно столько времени сколько ему нужно но так или иначе в какой-то момент мы сами к себе притягиваем такие ситуации которые заставляют нас меняться и мы все-таки уже четко знаем что нам надо делать что-то произошло и ты понимаешь куда тебе нужно идти я всегда когда говорю про рерайтер я говорю о том что вы рано или поздно все ко мне попадете если вы смотрите мои видео неважно сколько времени пройдет вы попадете ко мне потому что если бы вам это было не нужно вы бы это вообще не смотрели но когда что-то в жизни у вас произойдет у вас уже будет очень четко такая установка у меня когда-то был парень я с ним пыталась жить несколько раз я привозила к нему какие-то вещи развешивала картины и потом я поняла что я точно от него уйду но я еще все-таки возвращалась когда последний раз к нему приехала опять со своими картинками и статуэтками я когда я расставляла я четко запоминала куда я их ставлю потому что я уже видела картинку как я их приеду и буду точно забирать и когда этот момент произошел я все собрала вызвала такси и это было очень много лет назад почти 20 а я помню это этот трек это настроение это что я ни одну картинку не забуду хотя одну все-таки забыла поэтому с рерайтером точно так же вы меня можете смотреть и сейчас бояться менять свою жизнь и даже не хотеть и даже говорить что вам это не нужно когда жизни что-то произойдет и вы сами поймете что именно это то что должно было произойти вы придете в рерайтер потому что точно будете знать что это та самая картинка на вашей стене которую вам нужно забрать где-то так